Ксеноморф 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 с более длинными хвостами и руками, идеально подходящими для плавания. В результате скрещивания ДНК появляется бледный клоун-гибрид Человека и Чужого, но даже мать его не жаловала. В кроссовере Чужой против Хищника Ксеноморф такой же, как и в Воскрешении, только у него есть ещё хитрая сетка на черепе. На этот раз Ксеноморф сталкивается лицом к лицу с Хищником, а в конце рождается Хищный Чужой Грудолом. В продолжении Чужой против Хищника Реквием у Ксеноморфов снова появляются строконечные головы. Хищный Чужой Грудолом из предыдущего фильма созревает, в результате чего у него появляются черты родителей. В этих кассоверных фильмах говорится, что борьба между Хищником и Чужим продолжалась со времён Египта, что противоречит временной линии следующего фильма, так что забудем об этом. Приквеле Прометей говорится о богоподобных существах, зовущих себя инженеры, и о чёрной слизи, которая каким-то образом может менять ДНК. Андроид по имени Дэвид забирает себе слизь и использует её для того, чтобы заразить учёного, который занимается чем-то интересным за своей девушкой, и создаёт примитивного осьминогообразного трилобита. Тот растёт и использует инженера как жертву, создавая гладенького чужого, которого зовут Дьякон. Приквел и сиквел Чужой Совет показывают растения, которые были заражены чёрной слизью, и начали создавать яичные мешки. Когда их тревожат, освобождаются споры и проникают в человека через все отверстия. Как только жертва заражена, то появляется Бладбастер, сначала фарме четвероногого, затем эволюционируя до двуногого неаморфа. Тем временем, андроид Дэвид продолжает эксперименты со слизью, смешивая её с человеческими клетками и всякой мистической хуэдристикой, чтобы сделать личинку ксеноморфа и лицехвата. Он находит жертву, из которой вскоре врывается маленькая, практически сформировавшаяся версия ксеноморфа из человеческих экспериментов. Оно вырастает в высокого и более органического ксеноморфа, заставляющего всех называть его протоморфом. Сделал ли это Дэвид с помощью чертежа или это его изобретение, неизвестно. Но вот что мы знаем, Ридли Скотт по-любому выпустит ещё один фильм про Чужого, который ещё раз поменяет их жизненный цикл. Спасибо за просмотр, лайк, рекомендацию друзьям, подписку на канал и группу ВК, содержательные и интересные комментарии и все донаты. Спасибо за просмотр!